вот такой вот карандаш я буду использовать и буду использовать из этой же палитки вот такой темный оттенок но сначала проработаю верхнюю и нижнюю линию роста ресниц вот черным обычным карандашом у меня это клиник в принципе особо вот аккуратно не нужно прорабатывать потому что мы все равно будем эту линию тушевать но лучше ее делать не толстой чтобы растушевка была не на полглава так и для растушевки я вот возьму вот такую кисть это кисть от сифоры к сожалению а нет остался номер это четырнадцатый кисти где-то четырнадцатый номер в общем поверьте на слову это четырнадцатый номер и вот так вот я растушевываю если вы нанесли аккуратно линию то и не толстой то и растушевывать вам в принципе особо и не придется долго если конечно вас не супер ровно вышло то придется немножко дольше растушевывать контур линии он виден то что осталось между контуром ресничным и этой линии это все сейчас уйдет не бойтесь не пугайтесь да уйдет это благодаря нашим теням и второй глаз у нас тоже готов ул интенсивность цвета да вы будете регулировать сейчас опять таки тоже тенями и этой же кистью но в принципе я наверное возьму вот такую кисть в наборе шла к теням от герлен меня в принципе вполне устроит наберу черный оттенок на нее и сейчас буду рисовать закрашивать то что у нас осталось недоделанным хочу отметить что риса в своих фильмах в макияже очень мало используют именно подводку гелем то есть я считаю что она даже использует больше карандашную технику потому что у нее почти не выражен этот оттенок даже у меня он сейчас получился чуть выражен еще для растушевки я возьму вот такую кисть чтобы сглазить все какие-то границы четких границ быть не должно вот один глаз как вы видите готов так немножко я тут подкорректирую то есть главная фишка в том что карандаш вы должны по максимуму убрать то есть для вас он служит некой просто подложкой поля но не более того но и более того и это второй глазик так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Растушевываем... Карандаш и черный цвет... Чуть вверх... Введя его... Тем самым... Растушевывать... Таким способом... Вы можете... Все погрешности убрать... Чуть как бы... Ближе к росту ресниц делать... Более идеальный... Такой макияж... Так... Нам осталось нанести тушь... Тушь у меня... One by one... От Maybelline... Ресница у рис не очень длинная... Но очень объемная... Поэтому мы берем объемную тушь... В этом макияже... И наносим ее... Только на... Верхние реснички... Нижние... Можно только в нижний уголок... Так... Сейчас я быстренько сделаю брови... Использую для этого палетку... От... Рим Гош... С оттенками... И... Буду использовать для этого... Вот такую... Видите... С бровями мы закончили... С макияжем глаз... И общего вида лица тоже... Сейчас... Губы... Для губ я буду использовать... Вот такую... Помаду... Рушку Кошайн... 41 номер... Эта помада... Практически нюдовая... С легким блеском... И первомутром... Она такого... Нежно... Розового цвета... И... Чтобы немножечко придать губам... Однородности и блеска... Буду использовать... Вот такой... Блеск от джинс... В оттенке 103... Осталось... Поправить прическу... И макияж... В стиле Ризерсфум... Из... Фильма... Война значит война... Или как там... Значит война... Он в принципе готов... Вот такой... Несложный... Дневной... Очень красивый... На мой взгляд... Очень удачный макияж... Безумно подходит блондинкам... Спасибо что смотрели меня... Оставляйте свои комментарии... Пока-пока...